Их называют офицерами в белых халатах. Они дают клятву у Гиппократа и приносят воинскую присягу, а еще умеют делать сложнейшие хирургические операции в полевых условиях. Речь в сегодняшнем выпуске пойдет о военных медиках карагандинского лазарета. Какие обязанности они выполняют и почему эта профессия в почете у военнослужащих, узнаем прямо сейчас. За все время работы лазарета его специалисты вылечили и поставили на ноги тысячи военнослужащих. История лазарета – часть истории Караганды, а врачи этого учреждения не прекращают работу ни на минуту. В мирное время мы занимаемся обычной врачебной деятельностью. Дополнительно мы повышаем свои профессиональные качества по военным направлениям. Ведь военные медики должны обладать более широким спектром знаний, чем гражданские врачи. Поскольку мы должны свободно ориентироваться в случае военных учений, военных операций, военных действий. Мы должны знать, как правильно унести больного или раненого с поля боевых действий, оказать ему первую неотложную медицинскую помощь. К военным медикам предъявляются особые требования. Кроме медицинского образования им нужна и военная выучка. Наравне с другими военнослужащими они выполняют все требования согласно уставу. Да, они не садятся за рычаги бронированных машин и не идут в атаку с оружием в руках, но в случае реального боевого столкновения их навыки крайне важны. По максимуму медицинский персонал лазарета достойно проявил себя в период действия в стране режима ЧП в 2020 году, когда врачи и медсестры находились на передовой в борьбе с пандемией коронавируса, работая в провизорных госпиталях областного центра, а также в Алматы. В частности, 15 человек служили в провизорном госпитале в Караганде, помогая больным. И еще пять медработников выезжали в главный военный клинический госпиталь столицы, где выполняли аналогичные задачи. Остальные сотрудники также достойно выполняли свой долг. За каждым врачом закрепили войсковую часть, которую он курировал санитарно-эпидемиологическую обстановку. В случае выявления больных военнослужащих на место выезжали медсестры, которые составляли списки и брали анализы у всех контактировавших с ними лиц и передавали их в лаборатории. Военный лазарет снабжал части карагандинского гарнизона и защитными масками, антисептическими и дезинфицирующими средствами. Часть, в основном большая часть у нас это, конечно, военнослужащий состав и небольшую часть у нас, конечно, это служащие, гражданский персонал. Но несмотря на это у нас гражданский персонал очень дисциплинированный, поскольку у нас военное учреждение. У нас очень хороший персонал, все обучены, каждый специалист профессионал своего дела. Стараемся конкурировать с гражданскими, больших больниц гражданского профиля. И отлаженная работа, заслуга руководства. Сейчас военный лазарет возглавляет майор медицинской службы Садыков Ернар Ержанович. Под его командованием здание, первоначально не приспособленное для размещения в нем подобного объекта, сегодня отвечает всем современным санитарным нормам и правилам. Здесь имеется специальный приемный покой, фильтрационные блоки, в палатах оборудованы санузлы, отдельно размещаются помещения поликлиники. Приобретается новая аппаратура, в частности, закупленный аудиометр, новый цифровой гематологический анализатор, вытяжные шкафы. Около 90% медперсонала имеют соответствующие квалификационные категории. Сотрудники регулярно выезжают на учебу в другие регионы страны, принимают участие в научно-практических конференциях. Практически оснащены всем необходимым, нужным оборудованием для оказания качественной медицинской помощи. Также у нас планируется дальнейший закуп нового оборудования. Каждый раз у нас подаются заявки, идет освежение. Бесперебойное у нас обеспечение лекарств и средствами. Практически все лекарства и средства у нас имеются. На данный момент у нас обеспечение лекарств и средствами 81%. Сегодня лекарства из военного лазарета приобретают как военнослужащие, которые проходят лечение, так и военные в отставке. Постоянный клиент, полковник запаса, председатель Карагандинского областного филиала, ветераны вооруженных сил Республики Казахстан Амангильды Жантасов. Лазарет располагает возможностями для оказания специализированной медицинской помощи в полном объеме. Бесценно роль госпиталь в организации медицинской помощи и лечении раненых и больных. Руками его сотрудников, их профессиональным мастерством и душевной теплотой спасены жизни миллионов защитников нашего Отечества. Сотни раненых, доставленных сюда за последние годы из зон вооруженных конфликтов, возвращены к полноценной жизни. Ну а насчет лекарств и говорить не стоит. Всегда все есть, вовремя и в полном объеме. В последнее время военнослужащие Карагандинского гарнизона могут бесплатно получать консультации узких специалистов в областном центре и в Астане. Для этого заключены договоры с гражданскими медицинскими организациями. Благодаря сотрудничеству налажено беспрепятственное снабжение лекарственными препаратами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Мы работаем по системе ОСМС, где непосредственно работаем именно за гражданским здравоохранением. Также непосредственно мы работаем межведомственно, оказываем помощь не только военнослужащим, членам семьи и пенсионерам, оказываем помощь и другим структурным подразделениям, силовым структурам. Это вот, например, по линии ОСМС у нас также обслуживается нацгвардия. История лазарета берет свое начало с августа 1970 года, когда в Караганду из Алматы передислоцировали 203-ю Запорожское-Хинганскую краснознаменную ордена Сувора во второй степени мотострелковую дивизию. Тогда в стенах гарнизонного военного госпиталя насчитывалось 75 коек для обслуживания воинских частей, дислоцированных в Карагандинской, Жасказганской, Целеноградской, Павладарской, Тургайской, Кустанайской и Североказахстанской, областях. В 1989 году учреждение было решено перевести в Караганду, военный городок на улице Архитектурной, а с 2006 года на улицу Ермекова. Сегодня лазарет состоит из приемного пункта хирургического, терапевтического и реанимационного отделений, собственной лаборатории, физио- и рентген-кабинетов. И это не говоря о своей аптеке и службе материально-технического обеспечения. На сегодня укомплектованность военного лазарета офицерами и медицинской службы составляет более 58%. Оплата труда военно-медицинских специалистов регламентируется так же, как и всех остальных военнослужащих, отдельным постановлением правительства. Размер денежного довольствия зависит от выслуги лет, классовой квалификации, медицинской категории, воинского звания и других надбавок. Кроме того, военным медикам, как и другим военнослужащим, доступны такие льготы, как ранний выход на пенсию, обеспечение жилищными выплатами и прочие льготы. По-настоящему сильная армия может считаться только тогда, когда каждый солдат знает, что за его спиной есть врач или фельдшер, готовый в любую минуту прийти на помощь. И пока за здоровьем военнослужащих следят квалифицированные медики, такие как в военном лазарете Караганды, за их боеспособность можно не переживать.